здравствуйте сегодня у нас 25 января и сегодня у нас татьяне день по-испански бы сказалишки ой диасанта де татьяна то есть это день ангела по нашему я поздравляю всех татьян с этим замечательным днем желаю исполнения всех желаний желаю исполнения всех намеченных планов в общем мечтайте и ваши мечты сбудутся но при этом я хочу сказать чтобы вы все-таки как бы шли к своей намеченной цели то есть как-то все равно чтобы цель осуществилась план осуществился все равно надо какое-то продвижение то есть учитесь спрашивайте людей которые например если вы ищете определенный определенную работу или определенный вид занятости о том как лучше добиться успеха в получении этой работы вот этим же самым сейчас я начала заниматься ну о чем я хотела бы сегодня поговорить я бы хотела одна подписчица мне задала вопрос о том моей интеграции на работу в россии и в испании и в чем была разница в чем была трудность и я вот хочу более сильно не буду затягивать видео чтобы было не занудно в общем рассказать ну так получилось что в россии особо у меня какой-то интеграции на работу не было потому что я как раз закончила школу когда у нас был советский союз и и тогда было ну как бы сказать намного проще устроиться на работу в общем я отучилась в училище профессиональном на операторы в и у нас была практика на автозаводе и меня просто по окончанию этой практики я понравилась начальнице и она меня взяла работать то есть когда я пришла на новое место конечно я была в начале практикантом и и особо я тогда никакого дискомфорта не испытывала потому что я ну как бы я помню что все было так весело нас было пять человек девчонок мы все хихикали сидели в раздевалке когда начальница нас не гоняла значит ну вообще я помню что это конечно было очень весело на практике потому что самим наставницам некогда было особо нами заниматься и но они в течение там часа-двух нам объясняли что нужно делать а потом когда такая интенсивная работа начиналась они нас просто сгоняли с компьютера чтобы мы им как бы не мешались и поэтому как бы мне практика заполнил запомнилась тем что мы все что-то хихикали сидели веселились прятались в этом в раздевалке чтобы не мозолить глаза начальству но мой первый официальный день когда я пришла на работу конечно мне очень запомнил запомнился значит с утра с я все работал у нас всех были наставники и и значит я с еленой звали и и она значит это все утро мне объясняла показывала что я должна делать куда что записывать все ну все это естественно на практике я все это тоже видела все немножко дело но тут другая ситуация значит это мне все объяснили я достаточно ну так это можно сказать легкомысленно к этому отнеслась и ну все потому что как бы думал что наставник все время будут рядом и не страшно то есть это же все таки мы работали в вычислительном центре у нас были документы у нас были там учетные документы по бухгалтерии там по финансам и это естественно если ты неправильно поставишь где-то цифру неправильно запятую поставишь это естественно сразу выливалась в страшные проблемы и нужно было внимание и внимание и и вот я помню что на 100 наступил мой страшный час который я не ожидала в мой первый день вот значит все пошли на обед у нас нельзя было оставлять по числу вот эти компьютеры они потому что постоянно работали они делали программы а тогда компьютеры были не такие как сейчас тогда были компьютеры огромные одна память была как труства трехстворчатый шифонер то есть у нас был такой смешной монитор такого зеленого цвета и по нему шли такие это светло-зеленые цифры то есть у нас не цветные был экран кстати клавиатура у нас была вся с латинскими буквами у нас даже там не было русских букв и то есть когда мы работали в программе мы только набирали первые там три буквы программы и остальное мы все набирали цифры 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 в общем вся работа была с цифрами вот и значит мне сказали ну вот теперь твой час мы уходим на обед значит компьютеры оставлять нельзя ты должна следить вот тебе значит пачку заданий вот сиди делай ну в общем вот в этот час я очень много чего испортила я значит испортила рабочую у меня запросилась рабочая лента были такие шкафы на них надо было ставить вот такие большие бобины ленты и в программе запросилась сразу в раз значит работа ну на первое устройство там запросилась ленточка в которой была какая-то учетная запись которую надо было еще пополнить и для работы обычно еще просилась всегда дополнительная рабочая ленточка которую можно было стирать там и там заносить на нее новую информацию вот и я благополучно перепутала то есть на место куда надо было ставить учетную ленточку я поставила рабочую а на место значит той учетной я поставила так ну с информацией ленточку и благополучно все затерла что пришлось потом ну то есть слава богу у нас на такие случаи были копии этих лент и пришлось потом сразу же прибежала программистка и она значит восстанавливала информацию вот такой был у меня первый страшный день после этого я конечно сидела плакала и после этого я помню конечно я по другому стала относиться к работе я начала каждый шаг проверять ну помню конечно потом в течение всей моей работы на автозаводе естественно у меня были такие случаи что я там что-то неправильно делала но все таки отношения у меня тогда уже вот с того момента у меня отношения очень сильно поменялось к работе ну что хочу сказать что конечно конечно у нас был очень хороший коллектив я вот это вспоминаю для меня вот вычислительный центр вот если вдруг такое чудо случится и меня кто-то смотрит из моих бывших коллег по работе я передаю всем большой привет и я скажу что я всегда с большой теплотой вообще вспоминаю то как я работала на автозаводе вспоминаю всех наших девочек для меня они все для меня они все также остались очень родными людьми и когда я приезжаю в Ижевск конечно мне очень хочется всегда их встретиться с ними поговорить как у них что в общем я говорю хочу сказать что мы были таким как бы единым коллективом мы всегда друг другу пытались помочь и всегда вот у нас были такие когда мы садились за стол мы друг друга всегда как психологи выслушивали давали друг другу советы как-то друг друга поддерживали особенно в страшные 90-е годы когда нам всем было очень тяжело ведь у нас знаете были такие семьи когда и муж и жена работали на автозаводе и вот обоим им не давали зарплату и дети же их надо было кормить ну в общем было всем тяжело и женщинам которые одни растили детей и вот этот период был очень тяжелый но я помню что мы очень все друг друга поддерживали и как могли чем могли мы все таки друг другу помогали я вот думаю что вот как бы у меня вот как бы осталось такое светлое вообще очень замечательное воспоминание о том как я работала на автозаводе очень такое доброе и я это всегда как бы вспоминаю когда вот говорят вот советский союз я вот советский союз всегда ассоциирую с тем ну с тем с теми отношениями которые были тогда между людьми мы тогда никогда не говорили ни о деньгах у нас не было вот этого вот какого то что друг другу другого подсидеть там что-то там ну за спиной какую-то пакость сделать я не помню у нас такого не было никогда и я хочу сказать что конечно же когда меня сократили с этой работы это для меня был ну просто это для меня был шок это для меня был как конец света и я помню что я даже очень долгое время не ходила на ту остановку с которой я ездила на автозавод потому что я когда начинала подходить к этой остановке у меня замирало сердце и у меня на глазах наворачивались слезы то есть я даже ходила совершенно другую остановку и ездила там по своим делам с другой остановки вот и ну опять же с другой стороны вот если вот так подумать что если бы меня тогда не сократили то я никогда бы не оказалась в Испании никогда то есть я бы до сих пор там была ну и вот меня сейчас спроси хочу ли я вот где бы я хотела быть сейчас там на автозаводе в своем любимом коллективе или вот здесь в Испании ну извините я все равно выберу что я хочу здесь быть в Испании ну конечно люди были прекрасные коллектив прекрасный ну извините жить впроголодь когда тебе ну как бы не на что купить даже извините зимние сапоги то никто бы не хотел как бы вернуться в эту жизнь сейчас скажу как же проходила у меня интеграция в испанскую значит жизнь это в испанскую работу ну в общем хочу сказать что когда вы когда я попала вообще в Испанию то есть я не говорила чуть-чуть на английском языке знаете думать было как у меня будет проходить интеграция у меня не не было невозможно у меня был страх что страх знаете на уровне того что если ты потеряешь эту работу то ты вообще на улице окажешься то есть и никто никто тебя не будет жить дома держать бесплатно кормить поить это вот представьте над тобой какой груз висит и естественно когда я попала в семью в каталанскую и стала за бабушкой ухаживать естественно уже никаких глупостей тут в голове не было ночами я учила испанский язык всеми силами я ну делала чтобы хозяева были мною довольны и вот интересный даже вот такой факт когда уже бабушка умерла и ну они прощались со мной они очень хорошая семья была они мне устроили и даже представляете про прощальные как бы вот прощальные застолья они меня пригласили мы все помянули бабушку я тогда сказала что я очень счастлива и что большое спасибо что вы мне дали шанс начать жизнь в Испании что благодаря вам можно сказать я ну как бы получила возможность остаться в Испании естественно если бы не они вряд ли я бы мне кажется ну нет тогда работы было много но вот наши девочки они уже попадали в разные семьи у меня вот попалась очень интеллигентная хорошая семья то есть меня не унижали мне помогали это со мной очень хорошо обходились и поэтому как бы я очень благодарна Богу благодарна вот этой семье очень у меня тоже о них остались добрые воспоминания и многие девочки ведь рассказывали что они попадали в страшные семьи где их унижали где над ними смеялись где там дети даже вот она рассказывала что дети были в семье в каталанской что они просто палкой ее били и она ничего не могла сделать потому что как бы здесь детям нельзя делать замечания здесь на детей нельзя руку поднимать не крикнуть ничего то есть представьте вот такие два оголтелых были близнеца которые там у них в руках какие-то были игровые шпаги или не за что и они могли подойти и она говорит что они могли мне и по голове стукнуть и когда я она говорит я как раз гладила занималась тем что я гладила я не видела один пятилетний близнец подошел ее просто по спине стукнул палкой какой-то что у нее даже там осталось синяк и она показала потом хозяйке о том что ну так же нельзя посмотрите как ваш ребенок мне сделал такой большой синяк ну что каталанка сказала ну пасанада типа ничего страшного это же это ребенок это ребенок от меня Васенька пришел мой Вася мой красавец ну где мой красавец да Вася посмотри поздоровай все со всеми красавец мой кстати вот надо мне тоже сделать отдельное видео как вообще Вася у меня появился как он у меня появился я вообще считаю что Вася это мне тоже был послан Богом потому что он мне был послан в очень тяжелое мое мое время и вообще это это друг это друг мой ой так он меня любит так он любит маму любит вот так что как бы интеграция была в испанскую семью тогда ну как бы я даже не могу вспомнить настолько это было все так ну страшно так так ответственно так ну вообще ну хочу рассказать что конечно в первую очередь чтобы быстро и хорошо интегрировать интегрироваться на новое место работы это все таки всегда зависит от вас от того как вы себя чувствуете я хочу сказать что просто надо когда вы приходите на новое место работать не не ждать что от вас будут ждать чего-то экстраординарного и сразу на вас навалят какую-то страшную работу с которой вы не справитесь нет вот я вот даже по моему опыту когда вот меня взяли работать в казино то есть первую неделю меня практически ничем не нагружали то есть мне пока-пока они мне сказали мы тебе в течение значит работы пока-пока будем значит объяснять что надо делать и никто на меня ничего не давил но так как я человек такой ответственный то я конечно ну сама сказка говорила вот это мне покажите вот это и я ну очень быстро начала там работать ну потому что нежелание выглядеть дурой это вот вообще вот наша русская вот наша русская черта я считаю что она не всегда помогает человеку это боязнь показаться дурой вот то есть мы так боимся показаться какими-то смешными и у нас проблема поэтому например с языком то есть заговорить мы боимся что страшно что все подумают что дурак какой-то дура какая-то перед вами притом если логически подумать вот вы вспомните ведь у вас например на рынок когда мы приходим там же вот есть китайцы есть какие-то все равно люди которые плохо говорят на русском языке ну вы же их вас же это не бесит вы же наоборот вот я помню у нас когда первые китайцы появились на рынке и вот он там пытается что-то ну сказать я ему прямо с таким удовольствием помню прямо из всех сил ему помогало сказать я вот вам скажу что здесь в испании точно так же когда ты выходишь с безумно ужасным испанским языком тот человек превращается в слух и он изо всех сил тебе еще пытается вот это помочь никто здесь вообще ни на какие акценты внимания не обращает потому что здесь огромное количество приезжих с африки значит с марокко с китая да откуда только нет и естественно у всех ужасные испанские у всех ужасные акценты и к этому здесь ну просто люди привыкли и поэтому вот это вот и я помню что как бы я быстро перескочила вот этот порог от того что я ужасно говорю на испанское открыла рот и начала говорить ну как как уж получалось так и говорила потому что я знала что если я не буду говорить меня просто вышибут с работой а когда они видят что им самое же главное вот я помню что в работе им было самое главное что я правильно поняла что от меня хотят и как только ты хоть коряво хоть как им отвечаешь что вот вы от меня это хотите и значит если человек видит что вы его поняли значит то все хозяин доволен он знает что человек будет выполнять работу вот даже были такие ситуации когда я видела когда у нас русские иногда такие бывают то есть ничего не понимают а все говорит си-си-си да-да да-да и один раз один раз был такой случай что вот я видела даже своими глазами как одна женщина говорила да-да-да-да да а потом ее спросили у тебя говорит лицо зеленое она сказала да ну все понятно что человек ничего не понимает и конечно тут сразу же негодование было со стороны и значит это инкаргады мужчины что я тебе говорю ты даже если ты не понимаешь что должна попросить чтобы я еще раз сказал а не говорить как дурацкий робот да-да вот это вот я эта ситуация я кстати вот не боюсь этого я никогда не боялась сказать что я не поняла то есть если я не поняла тут же говорю что я не поняла то есть они испанцы достаточно терпеливо они терпеливо будут снова объяснять и снова и снова объяснять вот так то есть интеграция на новое рабочее место это все зависит в основном от вас то есть вы если вы знаете что вы умеете это делать если вы знаете что вам нравится эта работа не бойтесь то есть никто в первый день не заставит вас горы свернуть никто не заставит вас делать невозможно все равно будут как бы нагружать вас постепенно главное внутри себя успокоиться как бы медитировать внутри себя что я все могу у меня все получится что у всех получилось почему у меня не получится у меня тоже получится ну и естественно еще также интеграция на новое место работы это как бы это начало ну как производственных отношений внутри коллектива то есть адаптация также с новым коллективом я считаю что в эти первые дни не надо обижаться на иронию рядом твоих новых коллег по поводу того что ты там что-то неправильно делаешь ну не огрызаться не ну как бы показать себя что ты человек воспитанный выдержанный и эти вот дурацкие шутки тебя не волнует потому что есть такие вот люди они как бы ну как бы провоцируют человека на скандал ну вот я встречалась с такими людьми ну которым вот нравится нравится вот человека унизить нравится как-то ну как-то поскандалить может как-то они от этого питаются какой-то может это и для них энергия какая-то или они может так себя выше позиционируют может там на фоне этого новичка им хочется как-то более выглядеть более ну как бы более как сказать человеком более умным может более профессиональным не надо на это обижаться надо на это как бы сказать себе ладно я пока новичок но у меня впереди есть время когда я смогу доказать что я нисколько не хуже вас работаю главное конечно я скажу что это желание желание работать желание двигаться вперед желание научиться новому и еще я тоже хочу сказать что как бы еще есть такая вот проблема у некоторых людей которые хотят понравиться всем вот еще человек начинает хочет понравиться всем но это же невозможно вы же понимаете что одному человеку вы нравитесь другому не нравитесь ну надо просто тоже как бы к этому относиться более менее ровно ну не нравишься ты этому человеку ну скажи себе что это твои проблемы что я тебе не нравлюсь я ты здесь не начальник ты здесь такой же коллега как я и твои собственные там чувства оставь при себе вот ну как я считаю что когда какая-то ирония злая ну просто на такую иронию злую надо просто отвечать какой-то шуткой ну надо всегда я думаю надо всегда показывать что тебя это не заело когда ты говоришь что ну надо скажешь что у тебя руки не с того места растут ну да скажи вот это так уж получилось вот так уж мама меня сделали и там ну что-то как-то я считаю что с такими людьми которые как-то на тебя агрессивно что-то кидаются или что-то хотят как-то тебя вывести из равновесия ну просто всегда пытаться отвечать шуткой как-то когда ты улыбаешься отвечаешь шуткой и вообще я вот вам скажу что вот вот улыбка такое поведение позиционирование себя таким человеком открытым улыбчивым значит таким с хорошим настроением это тоже очень-очень помогает на работе особенно вот здесь вот в испании это просто здесь табу ты должен прийти на работу ты должен улыбаться везде как улыбаться при том не так как говорят человеку это фальшива улыбок а не то что он пришел с постной рожей тыiada опять я сюда пришёл, ни к какому начальнику, никому там, например, здесь, конечно, в Испании работа, в основном, она связана с обслуживанием туристов, клиентов, ну не знаю, естественно, у тебя будет пустное оружие, никому это не понравится, и вот это вот, я даже, знаете, одно время себя просто заставляла насильно делать улыбку, чтобы она у меня без конца была на лице, заходить и улыбаться, хотя, конечно, в нашем русском менталитете это, типа, смех без причины, признак дурачины, но я думаю, что для русского коллектива это тоже помощь, когда человек заходит с утра, просто здоровается и улыбается, это всё равно будет, мне кажется, плюсом для нового человека, попавшего в коллектив, то есть люди ждать, не будут ждать от этого человека какого-то неадекватного поведения, какого-то, какой-то агрессии, как, ну, в связи с тем, что человек нервничает, боится, и пока по первости не знает, что он будет и как его примет новый коллектив. Ну ладно, надеюсь, я достаточно раскрыла тему, и не хочется, чтобы видео было слишком занудное. Я, опять же, всех поздравляю, всех Татьян с Татьяниным днём, себя точно любимую я тоже поздравляю с этим праздником. Кстати, этот праздник, это праздник студентов, и, может, поэтому я так люблю учиться. Ну, в общем, познание нового для меня, ну, просто это как моё второе я, познание чего-то нового, мне это очень нравится, я люблю, люблю, вот, и поэтому Ютуб для меня это, ну, просто такое открытие, такой просто подарок какой-то судьбы, невероятно, я обожаю Ютуб, обожаю всех блогеров, которых я смотрю, ну, а это будет в отдельном видео. До свидания, до новых встреч, большое спасибо, что вы меня смотрите, большое спасибо, что вы меня комментируете, столько хороших комментариев, такие хорошие слова, просто иногда, иногда до слёз, я никогда в жизни не думала, что люди могут меня так оценивать. Большое спасибо, до свидания.